Наш кемпинг. У нас фрисайда, сколько в этом году они накрутили? Палаточный городок, наконец-то мы соорудили, все натянули, слава богу. Так, у нас получилось две палатки, кухня. Это вот там соседи, кухня. И гамаки. Пошлите. Мы надули лодки, круги, все надули. О, господи, неужели сейчас бренное туловище, блин, опустим в озеро после создания палаточного курорта? Мерта. Не, ну ты тоже нифига там, когда мы поехали, вообще оплыла все. Сколько глубина озера? Не знаю. Ну, тут глубокое. Если туда вот подальше заплыть, там вообще глубоко. Ну, мелкая, метра на три, мы очень спокойно ныряем. Да. О, люди приехали, палаточный городок тоже разбили, да? Да, из этого как, вот до буднего дня вообще там уже народ стал. Много. А почему так много? Как? Ну, вот. Вот там и фонарь. Да? О, какая красота. О, буй поставили. Где? А, точно. Значит, вот до туда не заплывай, там глубоко. Класс. Все, водичка прям прозрачная. Закат красивый, да? Класс. Сделаем обзор кримпинга. Пока хорошая погода. Мы вчера приехали. И вчера нам было не до обзоров, не до видео. Потому что приехали, ставили палатки. Вчера было очень жарко. И пока мы поставили палатки, был уже вечер. Вечером мы сделали барбекю, пожарили. И все. И пошли в душ сходили. В общем, лагерь очень большой. Он состоит из части, где находится Фрисайдо. Фрисайдо – это отдельная часть кемпинга, которая не включает в себя электричество. Это вот эта вот часть. Это без электричества. Расположена мусорка, вот аккуратная очень, где сжигаемый мусор, пластик выкидывать и жестяные банки. Вот здесь у нас идет речка, которая впадает в озеро. Ну, в общем, инфраструктура здесь есть. Так, вот это умывальники. Умывальники, в смысле, здесь мыть посуду. Вот такие подставочки для мангала. Угли выбрасывать вот здесь, использованные угли. А здесь у нас идут краны для мытья посуды, раковины. Вот такой домик. Вот такое место. Все чисто, в принципе. И вот здесь у них помидорки растут собственные. Здесь часть лагеря, которая с отдельной, со своей парковкой. Не с общей парковкой, а с отдельной. Вот здесь какой-то памятник непонятный чьим-то ногам. Третья часть лагеря состоит из мест, которые включает в себя электричество. Вот такие щитки. То есть щиток, к которому ты можешь подключить электричество, если тебе нужно. Он открывается и можно подключить электричество. Четвертая часть лагеря состоит из домиков. Домики очень дорогие. Примерно... Господи, я уже не знаю, не помню сколько. Недорого. Что-то мы хотели тоже снять домик. У нас получилось 30 тысяч. Мы посчитали за два дня. По-моему, 15 тысяч в сутки. Ну, тут двухэтажный, со всеми удобствами. С верандой. Со своей стоянкой. С туалетом. С ванной. В общем, в домике там всё. Домик вообще очень крутой. Здесь. Также находятся раковины. На английском, пожалуйста. До 11.00. До 11.00. До 11.00. Домик. Вот такие места с электричеством. Вот что оно включает. Оно, естественно, дороже, чем без электричества. Потому что тут есть вот столик, где завтракать. Вот такая вот возвышенность. В случае дождя палатка не сильно намокнет, скажем так. Они вот здесь вот такой насыпь делают. Лет пять назад были вот на этом электричестве тоже. Вот обратите внимание, что насыпь идёт. Возвышенность для палатки. Вот здесь находятся душевые. Сейчас мы зайдём, посмотрим. Здесь въезд. Приезжаешь, платишь деньги. Рассчитываешься. Вот здесь Укецки. Это, ну, то есть, как по-русски-то будет. Приёмная, наверное, где рассчитывается. Тебе выдают брелочек такой. И ты заезжаешь по брелку. То есть, просто так не заедешь, у кого брелочка нет. Брелок разблокирует цепочку. И ты можешь заехать на своей машине. Здесь у нас идёт душевые. Душ стоит 300 йен. Туалет для инвалидов. Сразу включается вытяжка. Сушилки. И машинки. Здесь душевые. Женские. Здесь система ниппель. Просто так без ключа ты не зайдёшь. То есть, тебе выдают ключ и санитайзер. Ты заходишь и всё обрабатываешь. Вот как вчера нам выдали санитайзер. И ключ привязанный к санитайзеру. То есть, ты пришёл, всё обработал. Там всё обшикал. Перепшикал. И зашёл в душ. Вальники. Здесь вот комната для фена. Салфетки вытирать руки. А там туалет. Туалет, конечно, грязный. Значит, здесь мы выходим. И у нас стрелочка показывает на мужскую часть. Здесь идут также умывальники. Туалет. И душевые. Пока никого нет. Так, здесь у нас выход. Опять же, стоит санитайзер везде. Выход на кафе. Такая терраса с выходом на кафе. То есть, из душа вышел, можно пойти мороженое купить. Можно взять в аренду велосипеды. Там вот какая-то лодка такая есть ещё. На террасе можно посидеть. Ну, здесь такое деревенское кафе, где можно купить унигири. или что-то такое простое. Удон, соба, быстро приготавливаемое. То есть, тут такого, каких-то деликатесов нету. Ну, единственное, вот есть деликатесы. Это помидоры, которые на ресепшене находят. Дедульки выставляют фермерские помидоры и цену одного помидора и стаканчик. То есть, если ты захотел фермерского помидора, ты приходишь, опускаешь в стаканчик денежку и берёшь помидоры. Кому-то вот на салат порезать, допустим. Или с мясом. Тоже символ кемпинга. Каждый год мы снимали с электричеством место, но потом подсчитали, что выгоднее будет просто взять те же фонарики на батарейках и всё прочее. И снять место на фри. Вот здесь пандус есть для инвалидов. Вот хороший подъезд такой, кстати, вот здесь. Вот такой пандус. Въезд-выезд, то есть для инвалидов тоже всё предусмотрено. Две хамбайки. Так, и пойдём сходим, посмотрим общую стоянку. Вот этот вот домик, склад различных вещей, то есть лодки надувные. Это для аренды. Вот здесь у них всё хранится для аренды. Сетки там какие-то, верёвки. Это те, кто приезжает группами, они выдают в аренду вообще всё. То есть палатки, стулья, столики. Ну, конечно, это всё стоит отдельной платы. Так, вот это туалет. Ну, кстати, ножной, чтобы руками не притрагивались. Опять же, для инвалидов. Подъезд тут всё предусмотрено. Тут асфальт ровный. Асфальт ровный, чтобы коляска могла пройти. Здесь вот уже прям старая, конечно. Но коляска проходит. Коляска может пройти инвалидная. Заниженный умывальник специально. И подлокотники. Ну и обыкновенный туалет женский. Это для детей. Туалеты в японском стиле. И туалеты в европейском стиле. Вот один только здесь почему-то. Мужская сторона. Туалет для мужчин. Мужской туалет. Туда я не пойду снимать уже. Вот-вот пандусы. Вот предусмотрим. Вот мы идем по пандусу, в принципе. Но здесь, конечно, выступ вот такой вот, как говорится, уже старый видимо. Поэтому коляска вот с мужской стороны, конечно, труднее будет заехать, чем с женской. С женской. Там более-менее выступ такой сровненный с асфальтом. Общая стоянка. То есть, если ты не хочешь... Вернее, если ты снял место со стоянкой на одну машину, но вы приехали на двух, вот эта стоянка предназначена специально для того, чтобы поставить еще одну машину. То есть, бывают такие случаи, что семья приезжает, к примеру, на двух машинах или с друзьями. И если места не хватило, конечно же, стоянка для этого и предназначена. Своя техника, видимо. С собаками, с кошками почему-то нельзя, стоит знак ограничения. Так, ну а там дальше уже идет, видимо, поле в собственности вот этого кемпинга, владельца этого кемпинга. Выращивается рис. Тут въезд такой между полей. Ну, навигатор, конечно же, показывает въезд, но я два раза проезжала этот поворот. Ну, это я. Спортзал предназначен для спортсменов, которые приезжают сюда на кемпинг. То есть, просто так ты сюда не зайдешь. Потому что, если приехала определенная группа спортсменов и им нужно поддерживать спортивную форму, заниматься и так далее, то они предоставляют вот этот вот спортзал. Сейчас там все огорожено сеткой. Футбольные ворота. Пожалуйста, здесь и вешалочки аккуратные, чтобы можно было повесить. Все это платно. Очень большой спортзал. И самое главное, то, что мне нравится этот спортзал, и не только спортзал, вообще весь кемпинг включает в себя пандусы. Подъезды ко всему, к туалету, к душу, даже вот к спортзалу. Вот в той части я видела пандус с подъездом в спортзал. Очень красиво, в горах. Вот туяку. Возле каждого сектора, естественно, расположена мусорка, которая, кстати, на минуточку, абсолютно не воняет. Нейтрализаторов воздуха я не видела. Просто, просто мусорка вовремя вывозится, и все. Поэтому она не воняет. Так, сейчас мы пойдем сходим к воде и посмотрим подход к воде. Туалеты натыканы вообще на каждом, прям по две штуки на каждый сектор. То есть тебе не надо далеко идти, чтобы сходить в туалет. Ну, сейчас засниму наши палатки, наши места. Место для мытья посуды. Здесь тоже вот такая большая стоянка, на которую можно заехать. Там уже машины стоят. Деревьев нету, палатка будет нагреваться. Но, опять же, все предусмотрено. Опять же, вот умывальник. Вот он стоит. Еще один умывальник. Туалет там идет. А та часть парка уже перегорожена. Карта кемпинга. Мы находимся вот здесь вот, на этих вот. Вот. А эта часть перекрыта. Это, видимо, персонал. Берем. Или это для каких-то мероприятий? Ого, солнечные батареи тут. Мощные такие. В общем, это вот этот сектор, он или для каких-то ивентов, или же для обслуживающего персонала. Сам подход к озеру. Здесь тоже всё поперезагородили. Здесь уже люди плавают, класс. Тоже хочу поплавать. Вот дорожка, которая ведёт к озеру. Тут она какими-то, она, по-моему, вот опилками устлана. И уже опилки мхом покрылись. Да, потому что идёшь... Да, это опилки. Из опилок сделаны дорожки. Где-то асфальтированы частями. Здесь можно пойти так и так. Вот сюда будет проще, наверное, будет выйти. Вот такая красота. Озеро, конечно, сейчас туман. Сейчас время 8 часов. Водичка прям обалденная. Вчера была вода просто, как парное молоко. Мальчишки ловят рыбок. Рыбаки. А это ещё один подход именно с вот этой части. Где мы были. Там я тоже не была. Но идти удобно. Вот японцы молодцы. Сделали вот такую дорожку. Из опилок насыпали. И не трогают природу. Всё как росло, так и растёт. Вон вокруг озера. Флору, фауну не трогают. Даже каждое дерево подписано. Название этого дерева. Единственное, что сколотили только вот эти мостики. Чтобы переходить через речку. И любоваться красотами озера. Мостики, дорожки. Вот всё здесь. Из дерева никакого ни бетона, ничего. И, пожалуйста, всё, деревянный мостик через речушку. И там дальше, я так думаю, уже бесполезно идти, потому что здесь подхода к озеру никакого нет. Может быть, оно и есть там дальше, но уже смысла нет никакого идти, потому что сам кемпинг, вот он, он заканчивается примерно вот в этой части. А там идёт та закрытая часть, где мы были для персонала. Или для персонала, или для каких-то ивентов. Нет, всё, я дальше не хочу идти, потому что очень далеко. А, здесь вот есть. А, тут нету подхода к озеру, тут уже сама вода. Вот здесь кто-то по тропинке. Прогулочная такая, мне кажется, прогулочная дорожка вдоль озера. Может быть, даже для того, чтобы, кто спортом занимается, специальная для ходьбы, специальная такая дорожка. Ну всё, здесь уже ничего нету дальше. Можно сказать, что там уже дикое место, без инфраструктуры. Вся инфраструктура там, где я показывала. Всё, ну сейчас уже нужно идти готовить завтрак. Идешь за мост, тут уже зона... Зона кемпинга с электричеством и вот таких домов. Но там вот эти домики, они предназначены, по-моему, и для зимнего кемпинга. Неплохое место. Какая жара уже начинается. Вот сейчас мы пойдём домик посмотрим. Вот этот вот один закрытый, вот такого плана. Веранда. Два этажа. Мне кажется, вот в этой части. Вот танк для керосина. То есть здесь зимой тоже можно снимать зимний кемпинг. Ну и, конечно же, сам вход. А, ну тут вот написано, что с собаками нельзя. Вот, вот такой кемпинг. Вот эта горка, видимо, тоже для каких-то зимних развлечений. Насыпь такая сделана. По всей видимости, для катания. На санках, на тюбах. Так, всё, я пошла умываться. И нужно быстренько готовить завтрак. Кулыч помыл посуду. Чайничек на утро приготовил. Ну, прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok